Ясли на патрульно-розыскной службе. Они уже отказались от материнского молока, но вот от баловства отказаться пока не готовы. При этом многие из них очень понравились офицерам, которые служат в ГУФСИН. На щенячьей присяге побывала Елена Пряхина. Этим хвостатым малышам всего пять месяцев. Но они уже знают тренировочную площадку и несколько основных команд. Правда, иногда без угощений слушаться отказываются. Питомники ГУФСИН. Щенки живут только до пяти месяцев. Здесь они привыкают к человеку и здесь им определяют судьбу. К примеру, этого щенка можно научить искать наркотики, а этого – взрывчатку. А такой будет отличным патрульным и сможет охранять заключенных. Сегодня семь воспитанников. Питомника ГУФСИН отправляется на службу в Каменск-Уральске, Нижний Тагил, Тавду и Камышлов. Щенки распределяются в первую очередь в те учреждения, где собаки подходят под списание. То есть это по возрасту. В восьмилетнем возрасте, если собака непригодна к службе, она выбраковывается. На их место уже приходят подрастающие поколения, которые забирают у нас здесь питомника. Александр Арканов за хвостатым сослуживцем приехал из Нижнего Тагила. Там он вместе со своей немецкой овчаркой охраняет колонию. Его служебной собаке уже восемь лет. И этот возраст считается пенсионным. Я приехал, посмотрел родителей. Мама, папа красивые. И она очень похожа на собаку, которой сейчас я работаю, уже на пенсию нам пора. И вот выбрал новенькую, красивую. Все эти щенки – от одного помета. Их родители – чистокровные немецкие овчарки. Такая порода, говорят кинологи, хорошо подходит на патрульно-розыскную службу. Этого щенка назвали Фил. Из всего помета он самый спокойный и никогда не ввязывается в драку. В то же время он очень ревнивый, не подпускает других щенков к своему хозяину. Фил понравился кинологам из Тавды. В ближайшее время там он будет охранять осужденных в исправительной колонии. Сейчас щенкам предстоит пройти специальный курс подготовки в Нижнем Тагиле. После этого они разъедутся в разные города на службу. А в нашем питомнике уже подрастает новое поколение. Недавно на свет появилось трое малышей. Елена Пряхина, Руслан Гаскаров. Новости. Первоуральск.